Всем доброе утро! Привет из Москвы! Сегодня на канале Армянская кухня. Харису готовят в зимнее время года, потому что блюдо достаточно такое жирное, сытное. Готовят в основном классическую харису из курицы. Мы сегодня будем как раз классическую готовить. Можно готовить из баранины, из говядины, я думаю, из любого места. Но мы сегодня будем готовить из курицы. Я вчера купил жирную курицу домашнюю, как раз для харисы. Купили зварт. Зварт это пшеница. Самое простое, как обычно бывает, все простые блюда бывают самыми вкусными. Итак, для начала берем курицу, обрабатываем ее и ставим варить. Для приготовления харисы нам нужна курица жирная домашняя. Я уже поставила курицу отваривать. И пшено хорошенечко промыла. И тоже пусть замачивается, но где-то час, пока курица будет вариться. Пока ставила курицу, пенка от кофе сбежала. Сварила кофе. Взять ее себе. Взять говорит, потому что ты снимаешь и не готовишь. Я говорю, неправда. Я когда обеды готовлю, я всю душу вкладываю. У меня прям сегодня армянский день. И кофе с сухофруктами хариса. А хариса, знаете, почему такое название блюдо? Когда харису готовишь, мешаешь. Харнеллес. И вот от этого харнель и назвали блюдо хариса. Погода за окном, снег кружится прям. Минутку сейчас покажу. Красиво, да? Гарик, идешь кофе пить или тебе отнести на балкон? Сама дело? Я думала, а где она на квартире живет? Где она? Это сухофрукты с Армении. Зятя мама сама делала. А пастила такая вкусненькая, чуть-чуть кисленькая, кисло-сладкая. Но я люблю абрикос и инжир. Инжир обожаю в любом виде. Свежее и инжировое варенье, конечно. Так, курица закипела. Снимаем пенку. Жира, смотрите, сколько курица жирная. Значит, хариса будет вкусная. Так, пропорции, да? Если большая семья, целую курицу. У нас 4 человека. Курица достаточно большая была. Мы взяли пол курицы и 2,5 граненых стакана пшена. А так уже смотрите на аппетиты вашей семьи и уже готовьте, как вам будет удобно. Так, вытаскиваем мясо. Будем кожу снимать и отделять мясо от кости. И процедим бульон. В процеженный бульон отправляем крупу. Потому что курица домашнее мясо. Разбираем от костей и снимаем, удаляем. Курицу разобрали. Отправляем в кастрюлю. Вымешиваем. Так, каша закипела. Убавляем огонь. Убавили огонь. Перемешали. Накрываем крышкой. Пока перемешивать часто не надо. У нас зерно час проварится. Знаете, так чуть-чуть набухнет. И потом будем почаще его перемешивать. Взбивать кашу. Каша варится час. Она, видите, уже как набухла. Уже с этого времени нужно почаще ее перемешивать. И вода выкипела. Добавляем воду до краев. Еще раз перемешаем. Все еще. Часа на три уставляем. Так, постоянно помешиваем, не забывая. Через каждые 15 минут. Чтоб она не прилипла. Если у вас, конечно, антипригарная, то можно вообще не мешать. Можно потом его миксером взбить. Когда обычная кастрюля. То нужно обязательно вымешивать. Четыре часа мне не хватит. Уже пошел пятый час. Каша уже, смотрите, какая. В итоге пять часов будет вариться. Еще 45 минут. Я думаю, будет все готово. Пока активно вымешиваем. Активно вымешиваем. Правильно я говорю? Я все правильно говорю? Чтоб не подгорело. Каша готова. Отключаем. Хорошенько солим. Надо пробовать, чтобы не пересолить. Еще чуть-чуть или достаточно. Делаем неудобно. Все, положили. Арису в пиалу. Называю кашей. Мне нельзя другая. Это не каша, это ариса. Так, добавляем большой кусок масла. Мы сварили полную кастрюлю еще. Я переживала, кто ее будет есть. Тут такие едоки. Она улыбается. И она говорит, я завтра девчонок на работе угощу. Все, пробула. Вкусно, да? Все, пробуйте по моему рецепту. Пишите в комментариях, понравилось вам моя хариса или нет. А с вами увидимся в новых влогах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.